Дневной разворот Это будет после 12.30, а сейчас, внимание, мы хотим приковать к нашему эфиру всех тех, кто занимается предпринимательством в социальной сфере, потому что 2 и 3 июля пройдет очень серьезный и, на наш взгляд, полезный семинар, деловое мероприятие, которое приурочено к Международному дню социального бизнеса, но он будет иметь именно практическую направленность. Это мероприятие пройдет при содействии Кировского центра инноваций и фонда «Наше будущее» приедет эксперт фонда Диана Гудс и будет давать вот такие серьезные практические мастер-классы для социальных предпринимателей, потому что именно они, в первую очередь, нуждаются в поддержке, нуждаются в финансировании. Это такая сфера достаточно тонкая, и для Кировской области, надо сказать, социальное предпринимательство все еще является новой, я бы сказала, такой темой. Мы пытаемся в этом разобраться и дать понять, кого это касается, вот это конкретное мероприятие, вместе со специалистом центра инноваций, Анастасией Исуповой, даже не со специалистом, а целым заместителем генерального директора этого центра. Анастасия, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, да. Расскажите нам, пожалуйста, что будет происходить 2 и 3 июля. Да, я хотела только уточнить, что участие в семинаре бесплатное, это важно. А ну мы это уточним сейчас, мы сейчас обо всем подробно расскажем. Так, Анастасия, что предстоит, что произойдет 2 и 3 июля, расскажите нам, пожалуйста, об этом мероприятии. Ну, прежде всего хочу начать, что сегодня, 28 июня, день, международный день социального бизнеса, с чем я, в принципе, поздравляю всех предпринимателей, которые в этой сфере занимаются ведением предпринимательской деятельности. У центра инновации с фондом «Наше будущее» заключено соглашение о взаимодействии в развитии социального предпринимательства. И в связи с этим мы проводим 2 и 3 июля мероприятия, чтобы помочь нашим предпринимателям разобраться, что все-таки такое социальный бизнес. У многих понимания этого нет, но, в принципе, как и у нас тоже до конца этого нет, потому что, когда мы звонили и приглашали на мероприятия, проекты, которые, как мы предполагаем, относятся к социальному бизнесу, они себя таковыми не считают. То есть они сразу уточняют, а у меня вроде и форма не подходит, а какая форма? Ну вот у меня ООО, а я же бизнесом занимаюсь, я говорю, так социальное предпринимательство, это же про бизнес, то есть это про деньги, которые ты все-таки зарабатываешь, помогая людям в решении каких-то социальных проблем. То есть это не про благотворительные фонды, не про НКО. И об этом пойдет речь 2 июля с 10 утра в конференц-зале отеля «Хилтон», куда мы приглашаем всех заинтересованных, всех, кто хочет разобраться. Ведь социальную составляющую, вот этот компонент можно найти, но, в принципе, во многих проектах. А помощь может быть прям такая весомая в развитии. Да, надо сказать, что правительство Российской Федерации, президент нашей страны, они говорят о том, что социальное предпринимательство в России должно развиваться. На это делается ставка, и, собственно говоря, для этого и создаются фонды, такой, как «Наше будущее», которые способствуют стимулированию развития социального предпринимательства. Для России в целом это довольно новая сфера, она достаточно тонкая, потому что действительно оказываются услуги в социальной сфере. И в понимании граждан нашей страны до сих пор социальная сфера так или иначе, но напрямую связана с функцией государства. Мы считаем, что, например, услуги в сфере образования, услуги в сфере медицинской помощи, в сфере работы и заботы о престарелых, о бездомных и так далее, это вот всецело прерогатива государства, и это где-то должно быть заложено только в бюджетах, и только государство может осуществлять эту функцию. На самом деле это не так, и мы знаем, что уже в регионах страны достаточно активно некоторые предприниматели оказывают услуги в социальной сфере, и там найден механизм, как это все происходит, и люди уже осознают, какова их роль, где их место, и как они могут, обеспечивая на должном уровне социальные услуги, еще и зарабатывать деньги, потому что это же работа. То у нас в регионе это все, наверное, действительно пока еще на уровне осознания, что вообще социальное предпринимательство имеет место быть, и есть какие-то механизмы, которые могут его поддерживать. Вот весь семинар, я посмотрела его тоже программу, весь семинар, он направлен на то, чтобы объяснить, что такое социальное предпринимательство в России, да, согласно нашему законодательству, да, вот какая база под него подведена, критерии, какие существуют. Кроме того, что объяснить, надо показать, какие возможности конкретно в нашем регионе существуют, и дальше пойдут обучающие такие практические занятия по упаковке социального проекта для получения инвестиций, потому что это бизнес, он неразрывно связан с инвестициями. Это будет мастер-класс по составлению заявки на получение мер поддержки, грантов и займов. Для некоторых, мне кажется, сейчас это будет просто открытие, что есть такие меры поддержки. Будет мастер-класс по особенностям продвижения социальных проектов на примерах конкретных, это очень важно, потому что их нужно показывать. Мастер-класс по привлечению средств новыми способами, такими как краунфандинг, как работать со спонсорами, как работать с инвесторами. И вот история успеха, это очень важно, конечно, Диана Гудс, эксперт фонда «Наше будущее», которая приедет, она будет о них рассказывать для того, чтобы прямо сразу нарисовать картинку, как это выглядит. На «Историю успеха» мы пригласили наших местных предпринимателей, это компания МИКО, та компания, которая получила поддержку, наверное, одной из первых, если не единственных, Кирови, в фонде «Наше будущее» и успешно реализует свой проект дальше, масштабируется. Вот, они расскажут, как они начинали, ну, чтобы своим примером показать, что всё возможно. Что это реально. Ну, надо сказать, что компания МИКО действительно начала свою деятельность просто с идеи экологичной косметики, экологичного отношения к жизни. Дальше я помню, что они самостоятельно организовывали очень серьёзные мероприятия среди различных категорий граждан и бизнесменов, и просто потребителей, которые к бизнесу не имеют никакого отношения. По вообще отношению к бытовой химии, к косметике, как она должна, вот какой она может быть, как можно даже собственный быт переустроить для того, чтобы меньше потреблять воды, меньше делать выбросов и прочее. Вот эта социальная составляющая здесь есть. Я знаю, что компания МИКО также экологично относится и к упаковке, у них она полностью там возвратная, эта упаковка. И теперь этот бизнес перерос не только во всероссийский, но ещё и в международный. Ещё и в международный. Организаторы этого бизнеса здесь у нас в гостях неоднократно были, о социальной ответственности бизнеса тоже говорили. Поэтому у них действительно есть чему поучиться у компании МИКО. Но вот мы вчера, когда получили и внимательно рассмотрели эту информацию, мы даже вот так навскидку обсудили в редакции и поняли, что многие приходящие сюда эксперты, наши коллеги, наши друзья, которые занимаются предпринимательством в Кировской области, или они перерастают из НКО вот в какие-то бизнесовые структуры, они вполне подходят под определение социального бизнеса, только они не осознают этого. Или они осознают, но не понимают, что в России существуют механизмы поддержки такого бизнеса, потому что ещё раз уделяется этой сфере сейчас особое внимание. И вот как раз передача некоторых функций государственных. Бизнес-структура в связи с тем, что они могут более эффективно, например, в этой сфере, государство само определяет уже по опыту, более эффективно оказывать, например, меры поддержки и вот эти функции и услуги, что они существуют, вот об этом они не знают. Например, пример можно будет перевести после короткого перерыва для того, чтобы ещё раз слушателям нарисовать картинку. Прервёмся на полминуты. Продолжаем разговор с Анастасией Исуповой, заместителем генерального директора Кировского центра инноваций, который совместно с фондом «Наше будущее» 2 и 3 июля организует обучение для социальных предпринимателей. И, как и обещали до перерыва, хотим привести примеры различных видов бизнеса, которые подходят под определение социального предпринимательства. Для того, чтобы кто нас сейчас слушает, могли бы так подумать, прикинуть и сказать, да, я вполне могу стать социальным предпринимателем. Расскажите нам, пожалуйста, Анастасия. Через ваш сцен проходит огромное количество людей и огромное количество стартаперов, те, кто только начинает. Да, когда они приходят к нам на обучение для того, чтобы старт прошёл менее болезненно и более эффективно, мы видим, то есть у нас взгляд тоже другой немножко, и мы видим социальную составляющую, которая имеет место быть в том или ином проекте. Например, у нас был проект «Автошкола для подростков», то есть именно культура вождения, которая прививается детям уже, по-моему, с 10-12 лет. И когда я говорю, а давай попробуем заявку подать в фонд «Наше будущее», там же, а при чём тут я? Это как бы не про меня, это не социально же, я-то чем тут подхожу? У меня же бизнес. Да, и вот у них, говорю, понимание, что социалка – это какая-то вот про благотворительность, а не про деньги, а не про бизнес. Вот у нас замечательно реализуется проект ещё «Настин Сластин», торговая марка. Это полезные продукты, завтраки, гранулы, пророщенная гречка, там, ну, в общем, очень много ребят тоже выходят уже на региональные рынки. Начинали прям вот с кустарного производства, вот это тоже про социалку. Они воспользовались уже поддержкой? Нет, они ещё не воспользовались. Вот у нас, по имеющейся у меня информации, только компания МИКО пока из тех, кого мы знаем, воспользовалась поддержкой. Вот, потом все творческие студии, это же тоже про социалку, всё, что касается детей, да, развития, вообще любого развития эмоционального, творческого, это тоже всё про детей. То есть любой Кировский детский центр развития, вот эти вот маленькие группочки, где ребёнка можно оставить там на полдня, на 2-3 часа, это всё подпадает под определение социального предпринимательства. Да, да. Ещё замечательный проект, он тоже не так давно стартовал, не у нас стартовал, но мы всё равно отслеживаем же развитие предпринимательства, проект «Маэстро с пелёнок». Это же замечательный проект, где организуют концерты, и деток туда, родители приходят с детками, прямо с грудничками, концерты классической музыки, тоже эмоциональное развитие ребёнка, прямо вот с пелёнок. У нас, например, есть театральные студии, есть просто театры, мини-театры такие, которые дают спектакли детям с особенностями развития, которые редко покидают свою там квартиру и так далее, ты помнишь, да? Да, надомные спектакли, кугольные в том числе, да. Когда это было во вторник, к нам приходил Григорий Долгих от Федерации велосипедного спорта, который открывает велошколу, где есть социальные группы, бесплатное обучение и детей, и молодёжи, и взрослых, правилам езды на велосипеде по городу, да, для того, чтобы безопасность прежде всего соблюдать, а те, кто пойдут дальше, ещё и здоровый образ жизни осуществлять, это ведь тоже вполне себе социальная составляющая. Да, можно просто открывать программу социального развития, и вот все идеи оттуда, они же, ну, все, в принципе, реализуемы, и бизнес-модель можно понять, разработать. А какие ресурсы есть у фонда «Наше будущее», что он из себя представляет, этот фонд? Ну, фонд создан в 2007 году предпринимателем, и у него вполне большой портфель, они не только финансово поддерживают, у них, по-моему, сейчас, я точной цифры не буду говорить, чтобы не ввести в заблуждение, они повысили, раньше это было 500 тысяч, по-моему, максимальная поддержка, там, каких-то, они тоже делят это на разные группы, вот, сейчас это всё повысилось, суммы увеличились, возможности тоже для роста бизнеса, они растут. Ну, важно просто сказать, что фонд «Наше будущее» не просто даёт деньги для стартапа, например, или для поддержки и развития бизнеса на этом этапе. Он тоже так оказывает консультирование. Самое главное, это, да, действительно, оказывание консультирования, потому что вот мы уже тут познакомили более-менее с программой, говорится о том, что заявку можно подать на гранты и другие меры поддержки, такие как займы, например, от фонда «Наше будущее», но они ещё объясняют и обосновывают и помогают составлять правильные документы для ещё раз спонсоров, инвесторов и краундфандеров, да? Потому что именно социальный бизнес имеет в этом смысле преференции, и в этом смысле достаточно большое и государственных фондов, и предпринимательских фондов, которые дают вот такие меры поддержки для тех видов бизнеса, которые социальную составляющую имеют. И здесь, правда, в последнее время цифры растут, и надо сказать, что у нас вот был такой опыт в Кировской области, мы встречались и в этой студии, в том числе, с двумя примерами различных фондов, которые поддерживали социальных предпринимателей. Я помню, что приезжала Наталья Починок к нам сюда в то время, как вот Кудринский фонд приезжал, да, комитет гражданских инициатив, у которого тоже есть меры поддержки для социального бизнеса, приезжала Наталья Починок, которая серьезную базу научную и практическую под социальное предпринимательство подводит. У нас даже есть целые вузы, правда, не здесь, не в Кировской области, а вот в Москве, у которых есть курсы социального предпринимательства. Я помню, что компания Теледва делала пару лет назад такой серьезный экскурс в социальное предпринимательство. По-моему, они до сих пор делают его, просто сейчас, по-моему, кировские проекты как-то вот не так ярко участвуют. Ну, они в этом году, Киров, минули своим объездом, а так они каждый год едут с вот этим большим проектом поддержки социального предпринимательства, и тоже там целый год идет обучение, есть тьютеры, которые помогают и осознать, что ваш бизнес может быть социальным, и написать бизнес-план, и защитить бизнес-план, и получить поддержку, и потом стартануть вот с этой большой поддержкой и развиваться. И там самые главные показатели, что ты должен не просто действительно благотворительную какую-то помощь оказывать, а ты должен научиться так работать в социальной сфере, что и услуга будет высококачественная, и охват аудитории, который требует этой услуги, увеличивается. Но ты еще сможешь и осуществлять вот просто коммерческую деятельность для того, чтобы зарплату получать и развиваться дальше. То есть это все можно совмещать. Вот я помню, у нас в Кировской области два таких вот опыта, но они не получили свое развитие. Вот это были такие разовые, я бы так сказала, акции, и скорее это было похоже даже просто на сообщение, что вот есть такое социальное предпринимательство, но широкого потребления вот этой информации все-таки не было. А мы считаем, что это очень важно на самом деле, потому что люди, которые много вкладываются в социальную деятельность, тут нужно подумать тем, кто и благотворительными фондами тоже занимается, какой-то благотворительной деятельностью, потому что она занимает и много времени, и профессиональные работы требуют, и повышения квалификации. И когда эта деятельность часто, не вся, не вся, конечно, переводится уже на рельс социального предпринимательства, она зачастую бывает более эффективная, чем просто благотворительная. Тут еще надо не забывать, да, что благотворительные фонды в соответствии с законодательством не могут направлять на зарплаты и обеспечение там вот своей работы более, по-моему, 20% от собранных средств. И таким образом социальное предпринимательство, оно помогает в этот благотворительный фонд вовлекать новых людей, потому что если ты занимаешься социальным предпринимательством, получаешь какую-то прибыль, у тебя больше возможностей платить людям даже зарплату, да. Вот Вагит Олегперов, учредитель фонда как раз «Наше будущее», он говорит вот о чем, что социальное предпринимательство на самом деле, это даже вот не обязательно такая история прям вот про соцпомощь и еще что-то. То есть социальное предпринимательство – это даже организация, где, например, работают люди с ограниченными возможностями, да. То есть ты привлекаешь этих людей, ты обеспечиваешь их работой. Еще один фонд, который был у нас, представители организации, работающие, с которыми были у нас, это «Общество знания», да, фонд «Активные поколения», направленный на пожилых людей, людей старшего возраста. Это ведь тоже вот большое поле. Я помню, что еще был пример по социальному предпринимательству, очень яркий, мне запомнился, потому что человек, который организовал этот бизнес, он прям сам по себе тоже очень яркий. Он плел и плетет, слава богу, авоськи, да, вот такую экологическую… Ой, я не помню, это вы представители. Экологическую такую, это не в Кировской области, как это сказать-то, да, сумки экологичные. Эко-сумки, это большая проблема, на самом деле, вот эти пластиковые пакеты, которые используют сейчас, огромная проблема. Да, он использует вторсырье раз, плюс вот эти авоськи нам привычны из детства, из Советского Союза пришедшие, они служат достаточно долго, и у него, он получал поддержку неоднократно, и его проект действительно тоже поддерживается и работает. У нас выросший даже вот отсюда, из нашей радиостанции, проект, который как раз работал с фондами по социальному предпринимательству «Стиле-2», это проект по праву на творчество. Я теперь уже, простите, я не помню, как в итоге, с каким названием пошел этот проект. Просто правда, начиналось это просто как благотворительная история, а потом показали, что можно перейти на другие механизмы, чтобы не надо было просить по знакомым машины, не надо было там просить благотворительные компьютеры, просить благотворительную помощь для покупки оборудования для детских домов, которыми мы занимались. А можно было бы получить деньги на стартап, и в том числе, например, печатая футболки с... Вот смотри, это нас касалось и касается, например, родителей детей-инвалидов, которые объединены в организацию РОРДИ, да, «Дорогой добра». То, что, например, печать футболок, брелков, брелоков, правильно сказать, значков и прочее. Керамические вот эти сувениры, да? Что можно продавать для того, чтобы эти деньги потом использовать для развития центра, который работает с деньгами. Да, я уточню, потому что «Дорогой добра», конечно, не говорит, что мы продаем там вот эти вещи, они говорят, мы их обмениваем на пожертвования. А могут, а могут вот эту составляющую ввести в свою деятельность, не просто обменивать на пожертвования, наверное, могут. Вот как раз этот семинар покажет, я вчера звонила, кстати, говоря коллегам из «Дорогой добра», и говорила, что попробуйте, посмотрите, может быть, не придется именно просить и обменивать, и не только там участвовать в благотворительных ярмарках, а вообще это поставить на широкую ногу, потому что, например, можно такие вещи заводить на заправки, в аэропорты, в гостиницы, и уже конкретно продавать. Есть, Анастасия, что сказать? Да, вот про заправки. Проект «Больше, чем покупка», который организован фондом, и в котором участвует как раз наша компания «Мико», это на заправках «Лукойл» они предоставляют свои площади для реализации товаров от социального бизнеса. И у нас, если… Я тоже покупала даже моющие средства, порошок на заправке. Серьезно? Да, и часть платы за это средство идет в качестве благотворительной помощи, по-моему, тоже детям. Я не помню, только детям с середом или детям с ограниченными возможностями, но там прямо на упаковке. Это можно открыть сейчас сайт «Мико», можно увидеть такой значок. Мы же, по-моему, подключали как раз Екатерину, вот был у нас эфир с «Дорогой добра» недавний, мы подключали ее как человека, который вот эти детские кулончики, сделанные «Дорогой добра», как раз вкладывает в качестве подарка своим клиентам. Это другая немножко история. Но тем не менее. Ну, в смысле, это тоже составляющая часть. И вот просто сейчас даже вспоминаешь партнеров, это уже «Дорогой добра» с тем, что они производят открытки, футболки, которые с детскими рисунками, вот детей, которые являются учениками этой школы большой жизни. Вспоминаешь, какая прекрасная совершенно продукция выпускается в «Галерее прогресса», где тоже используются иллюстрации, рисунки детей, взрослых, которые тоже несут социальную составляющую, но они никак не распространяются, не дают возможности пополнять средствами бюджет этих организаций, потому что вот не налажено это как бизнес. К вопросу о образовательной, в исполнении пробела в образовательной части социального бизнеса. В нашем регионе это действительно пробел, и как таковым им никто не занимается. И все наши программы тоже, которые мы реализуем для стартапов, для действующего бизнеса, они направлены на общее, то есть специфика именно социального не выделена. И вот осенью мы восполняем этот пробел. То есть я проведу обучение по управлению социальными проектами как раз в лаборатории социального предпринимательства, которая основана фондом «Наше будущее», и мы сможем проводить уже обучающие какие-то акселерационные даже программы именно для развития социального бизнеса. Это все будет в Центре инновации? Да, это все будет в Центре инновации, и мы вас приглашаем 2 и 3 июля на наше мероприятие. Регистрироваться можно по телефону 660137, группа ВКонтакте «Центр инноваций Киров». Пожалуйста, следите за нашими новостями. У нас много всего интересного для предпринимателей проводится. Замечательно. Я еще раз подчеркиваю, части бесплатные. Абсолютно бесплатные части, 2 и 3 июля. Да, все наши мероприятия абсолютно бесплатные для субъектов малого и среднего бизнеса. Хорошо. Итак, 2 и 3 июля не за горами, это уже понедельник, вторник, поэтому, пожалуйста, звоните сегодня и завтра, на четверг, на месяц вырегистрируйтесь. Если кто-то не успеет зарегистрироваться или пропустит этот момент, он может прийти без регистрации и на месте, да? Можно приходить до 10 утра, это будет конференц-зал отеля «Хилтон», 2 июля, 3 июля, с 10 утра начнутся мероприятия в конференц-зале «Центр инноваций» на Карла Маркса 41. Отель «Хилтон» напомнен на Октябрьском проспекте возле цирка. Да. Кто не успеет в понедельник, во вторник может прийти? Да, конечно. Потому что в понедельник еще раз будут семинары и круглые столы, такой ликбез информационный, а во вторник будут практически уже занятия, конкретно по разработке, упаковке бизнеса, продвижению, да, и мастер-класс по составлению заявок на поддержку. Спасибо большое нашей гости. Анастасия Исупова, заместитель генерального директора Кировского центра «Инноваций». Анастасия, и мы, правда, очень рады, что с осени Центр инноваций будет иметь специалиста, который социальный бизнес будет двигать в нашем регионе. Спасибо. Сейчас мы прервемся на две минуты и после перерыва поговорим с Надеждой Витошкиной, начальником отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта, администрации города Кирова. Говорит Киров. Да, действительно, эта рубрика «Говорит Киров», которую мы осуществляем совместно с администрацией города Кирова. И сейчас в нашей студии Надежда Витошкина, начальник отдела по делам молодежи, управления соответствующего в администрации города Кирова. Надежда Анатольевна, добрый день. Добрый день. Хороший вопрос прозвучал здесь за эфиром, Аня, который ты озвучила. Как же так? День молодежи прошел, и мероприятия только предстоят. Ну, я считаю, что праздновать надо в то время, когда есть возможность максимально погрузиться в праздничные события. Поэтому, конечно, традиционно в городе Кирове праздничные мероприятия проходят в выходной день, ближайшие к официальному общероссийскому празднику. То есть в эти выходные? Все верно. В эти выходные. Ну, давайте сразу не будем томить с горожан и расскажем, как в нашем городе будут праздновать День молодежи. На каких площадках? Ну, наверное, начнем с самой первой, которая начинается раньше всех. Это центральная площадь нашего города, театральная площадь. Пройдет там у нас фестиваль по стритболу, проводит Кировская федерация по баскетболу. Начнется мероприятие в 10 часов утра. В субботу? В субботу, да, 30-го числа. До 15.00 все желающие команды заявляются и принимают участие в данном мероприятии. Будут выставлены кольца, да? Естественно. Такие баскетбольные. Предполагается в стритболе, что кольца должны быть. Кольца, конечно же, будут. Будут ребята. Обычно немало команд принимает участие в данном мероприятии. Тем более погода, я так понимаю, будет хорошая. Будет располагать в прогулках. Да, и я думаю, интересно не только принять участие тем, кто занимается данным видом спорта, но и посмотреть, как это эффектно на самом деле смотрится, стритбол. Поэтому мы всех приглашаем посмотреть на это интересное мероприятие. Участники уже заявились? Участники заявляются, да. Там будет какое-то соревнование или просто там будет соревнование? То есть они прям будут соревноваться с призами, медалями, грамотами, дизлогами? Да, все как полагается. Все по списку. Театральная площадь будет как-то оформлена в эти дни, кроме стритбола? Там что-то еще будет происходить? Нет, на театральной площади у нас будет происходить только стритбол. Потому что, на наш взгляд, для таких вот крупных мероприятий более интересно и эффективно и удобно проводить в более таких архитектурно предрасположенных местах. Например, как Парк Апола. То есть там, где не просто можно, как на театральной площади, посмотреть на какую-то шоу-программу, но и принять участие самим в каких-то мастер-классах, мероприятиях. И вот в Парке Апола, я вижу, 30 июня пройдет интерактивная площадка «Город мастеров» с 10 до 15 часов. Что это такое? Это старт нашего проекта. Проект совместно с Областной Федерацией профсоюзов. У нас год добровольчества, в рамках года добровольчества стартует данный проект «Город мастеров». Цель проекта – организация совместного досуга детей и родителей. Кроме того, конечно же, это пропаганда рабочих профессий. Хочется изменить отношение населения к рабочим профессиям и дать возможность и родителям, и детям попробовать себя в разных направлениях рабочих специальностей. Каких, например? Вот что там будет? То есть это что вообще? Открытие, да? Что это такое? Это будет ряд мастер-классов от ведущих предприятий нашего города. Соответственно, родители совместно с детьми смогут заняться чем-то созидательным, так скажем. Например, мастер-класс «Ракета от АвиТека», мастер-класс «Паковки», «Работа из глины», «Лазоплетение», «Набивка рисунка по ткани», «Народная кукла», «Составление цветочных композиций». То есть вот все эти направления можно будет попробовать самим. Но цель, конечно же, в первую очередь в том, чтобы научить родителей проводить досуг совместно с детьми. То есть родители вместе с детьми занимаются каким-то вот таким творчеством, да, созидателем. Ну и, кроме того, на данной площадке будут работать фотозоны. Каждый может на себя примерить спецовочку, начиная там от строительной какой-то, да, униформы и до медицинского халата. Ну это, мне кажется, для взрослых всё-таки будет спецодежда. Или есть и детская специально отшитая. Подожди, маленькая строительная. Подожди, ты считаешь, что в 13 лет не молодёжь? Ну в смысле, ну такие маленькие. Я думаю, что детям будет интересно посмотреть на своих родителей в форме рабочих профессий. Молодёжь, это уже там всё старше 14 лет. Всё верно. Те дети, которые уже профориентируются, получают паспорт и, между прочим, через пару лет уже идут в СУЗы, например, в колледжи и прочее. Потому что они такие, они уже и маленькие, я тебе скажу. Понятно. Так что на них спецовка вполне себе подойдёт, можно будет примерить, действительно. Я думаю, маленьких детей не смутит размер спецовочки. Никогда не смущает. С 10 до 15 часов город мастеров 30 июня в парке Аполло. Но кроме вот таких весёлых и в то же время практических занятий, о которых мы сейчас рассказали, будут проходить и развлекательные мероприятия. 30 же июня с 11 до 17.30 фестиваль уличных культур «Кипяток». Это уже традиционная такая история в Киеве. Да, это традиционное мероприятие. Очень многие танцоры со всех концов нашей страны знают о данном фестивале, стараются принять в нём участие. В этом году планируется порядка 300 участников. И не только из города Кирова. 300 команд участников. Участников. Человек. Да, всё, понял. То есть это могут быть и команды, и личное участие. Из Кирова, да, из Кировской области, там Аматницк, Кирс, ну и из других регионов. Казань, Сыктывкар, Глазов. Всё это будет на набережной Грина. Всё это будет на набережной Грина. И это мероприятие не только танцевальное, да. В рамках данной площадки будут работать ещё зоны. Это две фотозоны. Виртуальная реальность и граффити. Это будет соревнование по бокаут на площадке. Здоровый ключ, по-моему. Ключ здоровья. Ключ здоровья. Это будет выставка автомобилей с возможностями демонстрации автозвука, с показательными выступлениями. Ну и также, ну впервые такое пробуем, это лаунж-зона от Теледва, где будут бесплатные лимонады, какие-то развлечения. Каждый бесплатно может попробовать отдохнуть, подзарядить устройство и полюбоваться тем, что происходит. Набережная Грина с 11 до 17.30, фестиваль уличных культур «Кипяток». Вот не зря сказала наша гостья Надежда Витошкина, начальник отдела по делам молодёжи, соответствующего управления администрации города Кирова, что там будет не только танцевать, там будут, ребята, настоящие танцевальные батлы. То есть вот те 300 участников, которые приедут, они просто будут показывать, на что они там гораздо. Они будут соревноваться между собой. Кто лучше? Да, соревноваться между собой. Это, знаете, я прямо вспоминаю фильмы вот такие перестроечные эпохи, когда был популярен брейк, и когда два человека, например, на улице, один танцует, потом другой, и вот они друг другу отвечают такими танцевальными экспериментами. А брейк, кстати, будет, да. Я вам рекомендую прийти на данное мероприятие и освежить воспитление от старых фильмов, потому что именно так всё и будет. Прекрасно. Но кроме этого, вечером 30 июня с 18 до 22 часов пройдёт музыкальный фестиваль «Акустика» там же, на набережной Грина. И это уже будет что-то такое громкое, да? Да, тоже мероприятие традиционное. В этом году принимают участие в фестивале порядка пяти кировских команд, но и в то же время приглашён иногородний хедлайнер из Нижнего Новгорода, называется «Бэду Чайлд». Они достаточно известны в своей среде, принимали участие во многих межрегиональных фестивалях. И я думаю, что будет интересно посмотреть на тот контент, который они презентуют на площадке нашего города. А из наших команд будет «Колдблад», «Кукловод», «Красная книга», «Алмазные бикини» и «Млечный путь». Вот кто не знает эти команды, приходите познакомиться, а молодёжь-то, я уверена, знает. А кто знает, приходите послушать. Поддержать и послушать, и потанцевать. Ну и, конечно, на этой площадке в течение всего дня будут происходить бесплатные розыгрыши призов от партнёров. Так что, я думаю, можно не только получить эстетическое удовольствие от присутствия на мероприятии, но и уйти с каким-то приятным презентом. Да, азарта будет много, я думаю, в этот день. Очень насыщенные мероприятия пройдут 30-го числа в городе Кирове. Фестиваль акустика ещё раз тоже на набережной Грины. Сразу после того, как кипяток закончится, сразу же начнётся акустика. В общем, там полчаса будет на то, чтобы, может быть, куда-то добежать, что-то съесть, перекусить и вернуться обратно. Там будет обеспечено питание. Конечно, да. То есть можно, не отходя от площадки, расположиться где-то, подождать, пока музыканты подготовятся, и дальше наслаждаться звуком. Возьмите с собой, в конце концов, там, я не знаю, лимонад и бутерброд. Да. Или купите на месте. Мне кажется, вот это важно. Мы должны ещё сказать вот о чём. Я каждый раз, когда проходят какие-то массовые мероприятия, задаю этот вопрос по обеспеченности инфраструктуры какой-то. То есть вот сейчас про точки питания мы поговорили. Туалеты, урны, вот это вот всё, это всё будет организовано. Да, обязательно. По каждому общегородскому мероприятию издаётся постановление администрации города, где прописываются все вот эти, ну, в первую очередь, моменты. То есть это биотуалеты, это контейнеры, ручная уборка в течение мероприятия. Это всё по постановлению у нас будет выставлено. Можно не опасаться, это всё будет. И мы призываем участников фестиваля быть экологичными, сознательными гражданами, соблюдать чистоту и порядок и не оставлять после себя много мусора. Мусор, пожалуйста, найдите оборудованную площадку, куда можно выбросить мусор. Не оставляйте ссор за собой. Вот даже болельщики иностранные на чемпионате мира, который сейчас идёт в России, Это японцы вспоминают. За собой прибирают. Японцы. Не только за собой, они и за другими прибирали. И за другими. Ну, надо сказать, что 29-го числа всё-таки будет тоже мероприятие, оно пройдёт в Новоавиадском районе с 18 до 20, там тоже танцы. Программа называется «А мы на стиле» в парке ЛПК. Будет мероприятие. Конечно, будет мероприятие. Ну, конечно, оно более локальное для жителей Новоавиадского района. Умеет праздновать, мы знаем. Да, поэтому, ну, конечно же, кому интересно, кто хочет посмотреть, что это такое парк ЛПК, полюбоваться его красотами и видами, за одним ещё и потанцевать, пожалуйста, приглашаем 29-го числа парк ЛПК. Кстати, парк получил в этом году поддержку, самую большую среди горожан, по программе благоустройства городской среды, и он будет преображаться, так что имеет смысл действительно туда приехать. Посмотреть, как сейчас, а потом сравнить. Да, и после. Да, 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 и поддержать. Очень важно действительно сказать, как будет обеспечена безопасность, и какая будет инфраструктура. Ну, просто надо обязательно напомнить, вот уже сказала нам наша гостья Надежда Витошкина, что, ребята, будет хорошая погода, но будет, если будет жарко, а сейчас жарко, обязательно большое количество воды, воды, воды и ещё раз воды. Напитки различные, сладкие и газированные, это хорошо, но без воды в такую погоду будет сложно, водой мы будем обеспечены. Обязательно, питьевый режим будет соблюдён на всех площадках. Хорошо. И ещё одна важная история касательно алкоголя. Мы знаем, что 27-го числа в День молодёжи в Кирове вчера не продавали спиртное. Выходные, я так понимаю, что в магазинах реализации не будет запрещена. Она будет запрещена на всех площадках, где проходят мероприятия, фестивали. Да, всё верно. И со спиртным туда, конечно, лучше не приходить, мне кажется. Я считаю так же. Да, но перед тем, как мы закроем уже нашу рубрику, время подходит к концу, должны сказать, что будет перекрыто некоторое количество улиц. Всё правильно? Всё верно, да, две улицы Труда и Мопро от Казанской и до Набережной Грина. Но это не очень большие участки, я думаю, что это не внесёт... Это прекрасная пешеходная зона, друзья. Не внесёт проблемы. Благодарим нашу гостю Надежду Витошкину, начальника отдела по делам молодёжи, управления по делам молодёжи в физической культуре и спорту администрации города Кирова. Это была рубрика «Говорит Киров», Светлана Занько, Анна Лапшина. Мы прощаемся с вами. Спасибо, наши гости. До свидания. До свидания. Говорит Киров